Пивоварня Легкий шарм достался заведению в наследство от предшественника Шато-де-Флёр. Ведь ресторан до сих пор напоминает цветочный замок. Столь плотная стена из петуний окружает его летнюю террасу. Но тогда, когда ценой немалых ухищрений и на радость любопытным прохожим в Шато были водружены отливающие медью пивоваренные чаны, жизнь в ресторане забурлила по-новому. Под бдительным контролем мастера-пивовара теперь рождается хмельной напиток. И свежее, нефильтрованное пиво, не знающее примесей добавок, разливается по кружкам днем и ночью. Серебряное, золотое, платиновое или бронзовое градация сортов зависит от плотности и вкусовых нюансов. В честь знаменитых мюнхенских пивных гуляний нижний двухуровневый зал ресторана назван «Октоберфест». А далее, мимо витрины с пивной атрибутикой и множества дипломов популярного заведения, лестница ведет на второй этаж, в основной зал. Дизайн в последнее время здесь стал более минималистичен и сосредоточен вокруг главной темы – производства живого пива. А потому даже отдельные залы здесь в шутку именуются цехами. Так что поклонники хмельной янтарной свежести неизменно встречаются в Славутич-Шато-Пивоварне, где иностранная речь звучит так же часто, как родная, а приветственный звон бокалов и вовсе не нуждается в переводе. Зато поварам ресторана «Славутич-Шато-Пивоварне» приходится хорошенько поразмыслить над тем, как угодить всем гостям – барышням, следящим за фигурой и солидным почитателям пенного напитка, соотечественникам и иностранцам. Бессменный шеф-повар Александр Дзюбенко прекрасно знает, что зарубежные гости в первую очередь пожелают познакомиться с нашим родным украинским борщом. Голодным здесь не позволят остаться никому, хоть пиво обладает способностью пробуждать отменный аппетит. Закуски к пиву, колбаски, луковые кольца и кальмары в легком воздушном кляре можно заказать сразу на большую компанию. Так же, как и колбасы, в натуральную оболочку повара ресторана сами отправляют нежное мясо индейки, сытную свинину, молодую баранину, телятину, дополнив фарш букетом пряных специй. И согласно всем канонам, сопровождением к колбаскам служит капуста с кислинкой и острым ароматом гвоздики. Колбаски, на этот раз острые, охотничьи, могут быть сытной основой для деревенского салата. Протушенное в пиве мясо становится особым мягким и нежным, будь то утиная ножка или айсбан, так по-немецки называют запеченную свиную рульку. И в сердце Германии Тюрингия пришел обычай подавать мясо солидными порциями и, несомненно, нашел отклик в сердцах украинцев тюринский розбив, прихваченный на гриле. Филе лосося более диетично, а нежной изысканности ему придает сливочный соус с красной икрой. Но сколь не был бы почитаем этот деликатес, ему вовсе не уступает щучья икра по-одесски с маринованным луком, которую подают с хрустящими гриночками. Впрочем, даже простые свежеиспеченные хлебцы могут прекрасно дополнить бокал янтарного напитка. И сколько бы легенд о полноте не окружало пиво, его глоток вполне позволителен стройным дамам. Кальяны вовсе лакомства, не содержащие калорий, зато дающие возможность насладиться вкусом и полностью расслабиться в конце напряженного дня. Неспешный разговор на летней площадке ресторана может течь бесконечно долго, ведь двери заведения «Славутич» в Шатопе-Ваварне открыты для гостей 24 часа в сутки. Редактор субтитров А.Семкин